всем привет снова я снимаю в обиденный перерыв хотя обедать мне не охота возможно выпью где-нибудь хорошего кофе с каким-нибудь невероятным пончиком в конце концов ханука ведь цены деньги где и почем основные вопросы людей которые желают посетить израиль в качестве туристов сколько денег брать где и как лучше планировать свои прогулки конечно представление об отпуске у нас у всех разное соответствует возрасту понятиям комфорта и финансовым возможностям поэтому о средствах передвижения и возможно планирование маршрутов мы поговорим как-нибудь в другой раз а сегодня поговорим о том сколько же стоит брать с собой денег в израиль на еду о том что израиль сегодня является настоящей кулинарной меккой уже говорят все здесь можно найти кухни всех стран всех времен и народов и такой же гигантский разброс в ценах я буду называть цены в шекелях если хотите получить доллары делите на три с половиной а если хотите получить рубли умножайте на 17 ну и давайте начнем самого дешевого и по возрастающих кстати дешевый не означает невкусный вообще в израиле чтобы найти невкусную еду нужно очень постараться ну и начну пожалуй с уличной еды различные фастфуды всем известные питы и фалафели шварма различные снеки сэндвичи печеная картошка все это стоит в пределах 20-30 шекелей включая напиток обед состоящий из основного блюда плюс салат плюс кофе с каким-то пирожным в обычном кафе обойдется в пределах 50-60 шекелей причем совершенно неважно сетевое это кафе или частное и какой направленности пасты пиццы равиоли или это мясо птица или это салаты стапостные зачастую бывает все это вместе в одном кафе потому что выбор еды в кафе израильских огромен но дальше идет назовем их так заведение народные недорогие рестораны тут гигантский ассортимент различных кулинарных традиций мира итальянские французские немецкие греческие турецкие китайские японские американские мексиканские короче чего только нет проще их по континентам разбить представлены абсолютно все обед в одном из таких ресторанов обойдется хили ужин в пределах 150 шекелей с выпивкой с бокалом вина или кружкой пива про выпивку поговорим отдельно ну и последний это авторские рестораны рестораны высокой кухни их тоже очень много и и они всегда забиты и места нужно заказывать заранее обед или ужин в таком ресторане будет стоить начиная от 250 шекелей ну и до бесконечности так что как сами видите пообедать вдвоем в израиле можно на 60 шекелей и на 500 шекелей остальное зависит все от вида и количества выпитого в ресторане пол-литра пива порция виски коньяка или коктейля примерно в одной ценовой категории от 25 до 40 шекелей огромный выбор спиртного предлагают различные питейные заведения один только сервис рум в сароне предлагает больше 400 видов вина 90 процентов из которого израильская но несмотря на то что в израиле прекрасное вино и его много видов также есть вина американские итальянские французские австралийские даже для любителей баров и пабов которых также огромное количество кружка пива будет стоить в пределах 26 шекелей в зависимости от вида пива а вот любителям авторских коктейлей соответствующих заведениях придется раскошелиться где-то в пределах 40 шекелей за коктейль что касается пива в израиле больше 80 86 по моему своих пивоварен которые валят обалденные пиво и лагеры но несмотря на это в израиле представлен огромный ассортимент пива от ведущих пивных держав германии чехии бельгии есть даже китайское пиво и конечно не забудем что с 6 часов вечера до 8 есть хэппи ауэ когда при покупке одного спиртного вы получаете второе в подарок или существенную скидку на спиртное и еду так что голодными в израиле вы не останетесь и примерно сможете посчитать сколько же вам понадобится денег на еду для своего путешествия я не стал касаться темы покупки продуктов в магазине и готовки самостоятельно ну во первых об этом снято огромное количество видео я не хочу повторяться во вторых если питаться в дешевых кафешках и покупать продукты в магазине то разница в цене будет незначительная ну и конечно для кофеманов и сладкоежек израиль конечно правильная страна просто море всевозможных кафе частных пекарен и кондитерских которые предлагают просто гигантский выбор выпечки и сладкого какой еще нужно поискать даже во франции кофе со сладким в таких местах обойдется вам от 30 до 50 шекелей есть тут неподалеку одна из таких пекарен это сетевая пекарня называется метука сладкая и я думаю что там одни из самых необычных классных пончиков ну и после долгого мучительного выбора пришлось взять два пончика один с лимонным кремом французской меренгой и листик сделан по моему из имбирного печенья а второй крем сделан из перетертой вишни шоколадный ганаш и трюфель стоят по 10 шекелей всем веселой хануки бай бай у а у и у у у а